здравствуйте сегодня готовим классную насадку с интересными ингредиентами которая точно привлечет карася крупного карпа также от нее не откажется лещ платва густера другая белая рыба ингредиенты интересные но очень простые время потрачено на приготовление будет минимальным поехали первый наш ингредиент это вот такая вот шоколадная конфета баунти чем ее интерес в том что она с кокосом а запах кокоса и шоколада очень нравится карпу и карасю целая нам не нужна будет я даю базовый рецепт возможно вам нужно будет и больше этой конфеты 2 смотря на сколько человек рассчитана насадкой на какую продолжительность и рыбалку в общем берем эту конфету и много ее разминаем до такого состояния лучше брать какую-то глубокую емкость отлично эта насадка работает если в прикормку добавляете немного кокосовой стружки она создает дополнительную муть и аромат привлекает рыбу так размельчили нашу конфету добавляем следующий ингредиент следующий ингредиент это печенье которая также нравится рыбам семейства карповых а компот большинство прикормок основана на ароматах вот именно печиво печенье нам понадобится вот горсть только нужно проделать с ним манипуляции раскрошить помельче добавляя конфеты баунти есть конечно и аналоги и отечественные конфеты баунти как-то подходит лучше крошим печенье стараемся на более мелкие кусочки уже не прям там в муку но помельче тогда все быстрее произойдет измельчили печенье все вот так вот хотя бы рукой перемешиваем и добавляем воду это почти кипяток теплая вода и и тут немного нам понадобится вот будет достаточно берем вилку либо какой-нибудь похожий предмет и перемешиваем это такую кашу чтоб все ингредиенты конфета печенье соединились получился общий общая масса и общий аромат привлекательный для рыбы все все размокло оставляем это еще на пять минут прошло пять минут все соединилось получилась вот такая вот кашица таким темным шоколадным цветом привлекательным ароматом очень сладкая на вкус для того чтобы эта масса приобрела консистенцию нашей насадки мы добавляем заключительный ингредиент для карася я почти всегда использую манку это одна из любимых его круп сразу добавляем сюда две ложки это точно естественно перемешиваем банка не сразу включает свои свойства склеивающие где-то ей нужно 5 минут для этого пока нам возьмет воду набухнет начнет склеивать все но я вижу здесь все равно еще понадобится нам добавлять три минуты мы вымешиваем это все и по ходу добавляем манку нужно добиться такой консистенции чтобы насадка не липла к рукам закатываем рукава и вымешиваемся насадка полностью готова манка соединила отлично все ингредиенты любителям пружинки она также подойдет кто ловит нас донные снасти хорошо можно заряжать пружинки ей и ловить того же карася и карпа также эта насадка отлично катается в насадочные шарики и держится на крючке сейчас покажу как ведет себя в воде не переключайтесь наша насадка в воде манка пылит и печенье аромат просто отличный и карася и карпу и лещу он точно понравится так что ребята подписывайтесь на мой канал ставьте лайк обязательно пишите что-нибудь в комментариях так вы поможете моему каналу в продвижении а я буду снимать для вас что-то новое интересное берегите природу ребята до свидания